Рынок на текущей неделе, друзья, остается несколько нервозным. В ожидании, естественно, главного события месяца – заседание Федеральной резервной системы США. Но оно состоится только в следующую среду, 22 сентября. Хотя там, в сущности, не ожидается какого-то серьезного сворачивания денежно-кредитной политики, уменьшения мощностей печатного станка, если и будет объявлено, то, в общем, незначительная и вполне приемлемая для рынков. Тем не менее, сохраняется вот эта болтанка. Индекс S&P 500, просевший на прошлой неделе на величину где-то чуть более 1,5%. Он, в общем, продолжит тестировать низы в районе 4,440 пунктов, но все же это очень высокие величины по-прежнему. И также выкуплены были эти просадки довольно быстро в процессе торгов вторника. И помогли этому данные по инфляции в США. Мы понимаем, что на инфляцию сильно завязаны, в принципе, хотя бы формально, обоснования решений Федорезерва. Соответственно, инфляция несколько притормозила. Во-первых, в месячном исчислении она составила всего лишь 0,3% вместо ожидаемых в среднем 4-5, где-то десятых процента опрошенными рейта с экспертами. Но главное, что в годовом выражении, в годовом выражении так называемый стержневой CPI, в который не входит продукты питания и энергоносители, прибавился только на 4%, тогда как месяц сам раньше он давал увеличение инфляции, увеличение цен на 4,3%, то есть 0,3% в целом по годовому измерению инфляция скинула. Если брать стержневой уровень, если брать полную инфляцию, то она составила 5,3% год в году, что тоже меньше несколько, чем было месяцем раньше, было 5,4%. То есть во всяком случае, главное здесь для рынка в том, что не произошло раздувание этого показателя. Собственно, в данный момент статистика, мы знаем, что такая вещь, она как дышла, она часто как из законодательства, кто знает, как там считают, и мы видели речь Дерома Пауэлла в конце августа, где он практически игнорировал гигантский просто рост цен на металл, древесину и другое сырье, зато говорю, что цены на товары длительного пользования всего лишь в пределах 1% на самом деле подросли, что тоже не совсем так. Но дело, наверное, не в том, как обстоит дело на самом деле, а дело в том, как это подают сейчас американские финансовые власти, и что они с этим будут делать. Для них два последних замера по рынку труда и по инфляции, в принципе, являются обоснованием того, чтобы при желании либо отложить несколько сворачиваний стимулирующих мер, либо сделать это уменьшение чуть более скромным. Как мы знаем, по рынку труда всего 235 тысяч было создано рабочих мест, что значительно меньше, чем предыдущие там значения, почти под миллион рабочих мест за месяц. Но вот оказалось, что и инфляция тоже умеенная, собственно, в чём пытался в конце августа убеждать всех, так сказать, работников умственного труда на рынках, Джером Пауэлл пытался как раз говорить, что всё это временно, и это пройдёт. Можно говорить в данный момент, во всяком случае, с уверенностью, что у ФД «Резерва» достаточно имеется обоснований, чтобы сказать, например, что мы начнём сворачивание там чуть-чуть, например, с 80 миллиардов выкупа облигаций только на 20, и, например, можем даже это сделать не с октября, а с декабря. Но даже если это будет сделано с октября, полагаю, что рынок несколько понервничает, но в целом это не обоснование для какой-то существенной коррекции. Тем не менее, мы видим, что котировки колеблются довольно более, так сказать, заметно, чем они сделали, например, там, в конце августа, когда просто переписывали верхи, и даже в начале сентября ещё безудержно. Но, пожалуй, этому больше сейчас, чем какие-то вот макроэкономические соображения или политика центробанков, больше, пожалуй, мешают конкретные корпоративные истории. Как мы видели по компании Apple, выигранный суд геймерами и, так сказать, примкнувшими к ним другими создателями мобильных приложений, которые требуют, чтобы можно было платить отличными от мейнстримных способов Apple способами, собственно, им не разрешили, да, но дали возможность ссылки на сторонние ресурсы размещать в приложениях. Впрочем, и решение ещё не окончательное, и оно такое достаточно компромиссное. То есть, по большому счёту, ну, грубо говоря, было бы действительно странно, если бы, там, вы пришли бы, например, в условную пятёрочку покупать, там, некий товар, но сказали бы, что хотите за него расплатиться в магните, а сюда принести чек. Правда, вот, мне уже в одном выступлении упоминал этот образ на днях, и поправили, что, может быть, более было бы, скажем так, точно говорить, что вы купили, например, лезвие для бритья там, но теперь обязаны к ним кассеты для лезвий, да, теперь обязаны вот сменные лезвия покупать только в том же магазине. Ну, может быть, здесь действительно есть несколько более близкое сравнение, но, по большому счёту, это не обязаны, естественно, вы можете в покупке продукции той же самой компании уйти, собственно, в другое какое-то место, если уж вам так сильно этого хочется и так это нравится. На мой взгляд, всё-таки ситуация скорее такая, так или иначе, какого-то значительного, конечно, падения там доходов или прибыли Apple от этого, наверное, ожидать сложно, но последние два дня по Apple относительно спокойнее ведут себя акции, то есть, если там они перебили вот до этого пик 157, по-моему, аж с лишним было долларов за акцию, то после того, как они буквально в течение там часа вот на этой новости опустились в район 148-149, вчера они всего лишь пробовали 147, где-то с половиной, и вновь были выкуплены под конец дня 148 уже, 12 вот котировки по закрытию вторника, в целом потеряли ещё менее 1%, что, в общем, для бумаг достаточно хорошо разогретых, наверное, не есть слишком большая величина. Oracle, компания, которая серьёзные мощности держит в облачном бизнесе, показала по отчётности чуть менее низкие показатели, чуть более низкие показатели, точнее, я бы сказал, всё-таки чуть менее высокие, это, наверное, было бы более правильно говорить, потому что, на самом деле, по-прежнему показатели очень высоки по отчётам, по прибыли на акцию даже превысили, на самом деле, ожидания, ну, там буквально, правда, на несколько центов, но это ниже, чем и в предыдущих кварталах двух, но это, собственно, ожидания таковые были, что там 10 миллиардов выручка была в последнем квартале прошлого года, за первый квартал было, соответственно, там 11 миллиардов, вот сейчас она 9,73, ну и ожидалось 9,76, то есть сказать, что где-то прям существенные подвижки такие уж, наверное, нельзя, тем не менее бумага корректируется, там, если она стоила 289 долларов за акцию, сейчас она стоит 86 долларов 39 центов, то есть снижение за день на этой новости составило 2,8 процента, то есть вот здесь новость, Zoom-компания провела видеоконференцию, пытаясь убедить инвесторов, что она готова к тому, что, может быть, несколько снизится популярность её услуг в связи с выходом большего количества людей на работу в офисы, презентация, в принципе, была, наверное, неплохой, Zoom-топия конференция, там на ней рассказали о функциях для совместной работы на цифровом холсте, то есть такое взаимодействие деятельное, где можно рисовать, показывая более наглядно обсуждаемую тему, иллюстрации к ней, точно так же, ну, как вот личную доску используют, например, в некоторых программах, то есть вот делиться этим экраном, также рассказывали о расширении умной галереи, Zoom-румс, ну, и ещё некоторые, в принципе, неплохие примочки, но, наверное, рынок был к ним готов, и, опять же, акции Zoom на этом деле не выросли, а ещё немного припали, то есть если там недавно они стоили в районе 290 долларов, то сейчас уже 281 где-то, и это ниже, конечно, но, собственно, такая динамика по Zoom нисходящая, она наблюдается уже достаточно давно, мы это видим на протяжении где-то периода, вот с начала августа, и общие потери там с 400 за акцию, они довольно значительные, но, опять же, это не какая-то новость, компании, которые связаны с исключительно онлайн-сервисами, они несколько потеряли в цене за это время, ну, просто потому, что люди выходят в большем количестве на работу. Опрос, который проводил Deutsche Bank, показал, что в Америке, скажем, лишь каждый третий не вышел в офисы, из тех, кто, собственно, собирался или кого работодатели к этому обязаны, по-прежнему остаётся на удалёнке, и, может быть, уже не знаю, там, учитываются ли в этом опросе, на самом деле, ситуации, когда работодатель так и хочет, собственно, сохранить эту удалёнку, ну, и по Европе, так это одна пятая часть, то есть каждый пятый житель Европы сказал, что он не вышел по-прежнему в офис. Тем не менее, это довольно большая масса, большая, как бы, часть, да, которая как раз, в общем, имела такую возможность, количество вакцинированных по Европе, и особенно по Америке это позволяет, но интересно, что в Европе, вот, показатель, на самом деле, возврата, он выше оказался. Так или иначе, это довольно значительные цифры, и они, может быть, там, дают некое конкурентное преимущество восстановлению, темпом восстановления в Европе по сравнению с Америкой, но сейчас мы, наверное, не этот момент обсуждаем, хотя, действительно, европейские индексы получше держатся на плаву и почти не сползают, если сравнивать с американскими, но американские, что называется, и выше забрались. Поэтому, наверное, стоит просто говорить, что какое-то определенное перераспределение средств идет в пользу компаний, привязанных, как и любят, там, это говорить, к экономическому росту, циклических, то есть, которые связаны с сырьем, энергетикой, с реальными поставками, с теми же металлами, с обрабатывающей промышленностью, связаны с инфраструктурой, поскольку в ту часть вложений определенные намечаются, и здесь администрация Байдена проталкивает через Конгресс еще один большой пакет на 3,5 триллиона долларов. Но вот я хотел сказать, что с этим же пакетом связана и часть беспокойства рынка, которая, наверное, в ближайшие дни все-таки разрешится. Всплыла давняя тема о необходимости, значит, якобы там, или вот возможности, но так или иначе, администрация американская давно хотела эту тему протолкнуть, повысить корпоративные налоги на более обеспеченные компании, те, которые зарабатывают, на данный момент говорится всего лишь там о сумме от 5 миллионов, начиная от долларов, это сумма от 5 миллиардов, нет, 5 миллиардов долларов, конечно же, это та сумма, при которой может повышаться ставка налога. Но если команда Байдена предлагала с 21% повысить до 28%, конгрессмены, причем союзники, верно, демократы, они уже говорят, надо поменьше, надо говорить всего там до 26,5%, еще предлагают, они не так сильно повышать налог на дополнительные инвестиционные вложения, ну, в общем, все это вместе взятое уже несколько микширует тему повышения налога, но мы знаем, что большинство этих компаний не так уж сильно много в Америке сами и платят, из тех, по всякому случаю, популярных транснациональных корпораций, которыми мы торгуем, собственно, ради чего и снижали налог в свое время республиканцы, чтобы больше компаний и производства размещались официально в американской юрисдикции. Ну, вот этот переток, и его, собственно, так и не успело толком произойти при Трампе, поэтому, наверное, не стоит говорить о том, что, опять же, какие-то очень уж значительные потери понесут. Вот оценили, что ведущая там сотня где-то компаний, она может, в принципе, потерять по размеру прибыли на акции где-то порядка 5%, но не такая значительная величина, и, мало того, еще, собственно, закон пока не принят, но явно, что в каком-то виде принят он будет, что рынками эта, в общем, идея закладывалась, но, может быть, не закладывалась прямо сейчас. Поэтому, опять же, здесь вот еще дополнительное добавляет нервозность обсуждения, что одновременно с внесением 3,5 триллионов в экономику в браслевни, часть этих денег будет переложена, значит, на компании, что, соответственно, может притормозить какие-то инвестиции в бизнес реальный. Это, конечно, минус рынкам, но при этом при всем программа в том виде, каком она рассматривается, рассчитывать на то, что основная там налоговая нагрузка начнет повышаться не сразу, а начнет повышаться там она через 2 года, потом еще через там 4-5 лет. То есть это постепенный процесс, как мы понимаем, за это время и состав Конгресса еще там может смениться, и новые законодательные инициативы возникнуть. То есть, так или иначе, вот эта тема, она больше беспокоит, наверное, рынки, просто на фоне того, что на этой неделе ему нечем особо больше сильно волноваться в плане макроэкономики, поскольку, как я уже начал, собственно, с чего обзор, инфляционные показатели не очень тревожные, и показатели по рынку труда тоже говорят о том, что, по идее, стимулы нужно оставлять. Европейский Центробанк в конце прошлой недели подтвердил, что он будет привержен стимулам и только рекалибрует свою программу, то есть составляет прежний объем, триллион 850 евро, но уменьшает скорость выкупа облигаций, так что до этого он увеличивал эту скорость в более критические для экономики моменты, но оставляет за собой возможность снова увеличить, таковой объем останется прежний, но будет распределен чуть иначе. Ну, плюс остается старая программа, APP, так называемая, на 20 миллиардов евро, которая вообще с 2014 года действует и которая уже памятник, ее никто останавливать, естественно, не собирается. И основной после выступления председателя ЕЦП Кристин Ларгард был именно в том, что не происходит сворачивания, как она выразилась, «The lady is not tapering». Это там отсыл к выражению аналогичному Маргарет Тэтчер, что политику она свою не поворачивает вспять, не собирается разворачивать еще с 80-х годов. Там тоже самое говорилось, что «The lady is not for turning». Ну, так или иначе, я чуть подробнее рассказывал об этом вчера в понедельничном эфире, вы можете посмотреть, кому подробности интересуют, но в целом рынки благосклонно очень отнеслись к решению ЕЦБ, и в целом надеются также на то, что, наверное, что-то в таком духе, может быть, будет оно выдержано и у ФРС 22-го числа. Тем не менее, сохраняется задел неопределенности еще на ближайшие 7 дней, заседания ФРД резерва только через неделю. Какая-то волатильность, возможно, чуть более высокая по итогам заседания, если оно будет неявно прямо проглосать то, что будем продолжать печатать их главные стимулы, а там сворачивания у нас небольшие, если не так, то может еще быть некая волатильность на следующей неделе. Так или иначе, середина сентября, она, конечно, более, что называется, нервная, чем был весь август, и, собственно, вообще все прошедшее лето уже, поэтому можно, наверное, говорить о том, что какая-то внимательность к перераспределению средств в портфеле, к тому, чтобы подумать какие-то слабые места в нем поискать, компании, которые, может быть, сильнее реагируют на эту волатильность, и наоборот усилить позиции в компаниях, которые дают более устойчивый результат и держатся на плаву все последние дни лучше других, здесь, наверное, есть о чем подумать, но в целом рынок остается примерно тем же, несмотря на все эти, есть этот новостной фон, примерно тем же, каким он и был на протяжении последних нескольких месяцев, на мой взгляд.